И отдельно мы обсуждали в этих рамках тему социального контракта. Очень положительная вещь, когда деньги человеку даются не просто в качестве социальной помощи, а на реализацию тех или иных жизненных целей, на дальнейшее устройство в жизни. Вот мы в этом году более 26 миллиардов рублей было выделено на социальные контракты, из них не менее четверти попадают в распоряжение служб занятости, и люди получают эти средства, например, на открытие собственного дела. Мы договорились с правительством обсудить тему того, чтобы вот этот объем средств предельный, который отпускается на открытие собственного дела, был увеличен. Эта тема, безусловно, будет обсуждаться. Сегодня, в частности, мы обсудили принятую по нашей инициативе то, что мы разработали совместно с правительством, законодательство об электронных сертификатах, дающих право инвалидам покупать технические средства реабилитации. Раньше эти средства закупались, централизованные выдавались, были многие претензии инвалидов. Потом была идея раздавать деньги. Сейчас выдается электронный сертификат, привязанный к карте МИР, который дает возможность инвалиду либо на этот сертификат приобрести то средство реабилитации, которое ему рекомендовано. Если он хочет чего-то лучшего, он может добавить сюда свои деньги и купить соответствующие средства. Мы сказали правительству о том, что вот эта практика должна быть, с нашей точки зрения, расширена для оказания помощи всем уязвимым группам населения. Очень важно, что это фактически неинфляционный метод помощи людям, адресный и неинфляционный. Это встретило поддержку со стороны председателя правительства. Продолжение следует...